Коровы дают молоко для поросят, свиным навозом удобряют посевы для коров. Такая схема лежит в основе новой экофермы в Суворовском районе. В планах развод тысячи голов свиней. Кормить их собираются только экологически чистым кормом, выращенным здесь же. Не будет использоваться гормон роста. То есть мы не делаем максимальную ставку на прибыль. То есть мы идем более человечным путем. Но идем человечным путем правильно, более правильно. Ну, поскольку гормоны у нас использоваться не будут, это категорично и принципиально. Вот, мы будем изготавливать сами корма. Сами будем, закупили кормоэкструдер и другое оборудование. То есть у нас будет свой кормоцех. Животных любим, ласка. Ров с водой и высокие заборы – это атрибуты не засекреченного объекта, а новой экофермы для безопасности. И против лосей из ближайшего леса, и против нежданных посетителей. Любой объект или человек за воротами фермы будет проходить дезинфекцию, даже служебные машины. Животных на территорию не выпустят, на улице будет сад. Но сейчас здесь стройка, свиней пока нет. В построенных ангарах живет 35 коров. Их молоком будут выкармливать купленных поросят. Каждый месяц коровы проходят проверку. Берем анализы, ставим на карантин, берем кровь, делаем туберкулинизацию, потом вакцинации. Все идет по плану. Особо опасные прививки – сибирка, бешенство, лептоспироз. Это опасно для человека и для животного. Потом молоко на исследование отправляют. Раз в месяц субклинический мастит исследуем. Ну, чтобы как бы и пили все молоко здоровое. Ну, все, а так вот едят, пьют, значит здоровые. Пока на ферме работает меньше десятка человек, всего же будет 130. Зарплата здесь выше средней, а ответственности больше. Работа ведется только на немецком и итальянском оборудовании. Ферма начнет работу в мае, но уже почти на всю продукцию есть заказы из соседних областей. Анна Степанова, Артем Качин, Первый Тульский.